Хихцир 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 Выпуск K1, на мой взгляд, был для Pentax настолько же смелым шагом, насколько и рискованным. Потянуть новую линейку продукции не могут позволить себе даже гораздо более крупные компании. Ведь просто сделать новую камеру мало, нужен еще и новый парк оптики. У Pentax довольно много объективов, выпущенных в разное время, которые подойдут на камеру Pentax K1. В том числе и те, которые выпускались для пленочных камер, и в них даже будет работать автофокус, если такая возможность предусмотрена в самом объективе. Если же нет, если объектив мануальный, то будет работать фокус пикинг в режиме Live View и подтверждение автофокуса. Очень крутая вещь. Я ее сам испытал, когда снимал вот на этот макрик в режиме ручной фокусировки. Но время идет, все хотят ультразвуковых моторов в своих автофокусных объективах, поэтому оптику хочешь или не хочешь выпускать придется. В принципе, у Pentax получилось перекрыть большинство позиций по светосиле и по фокусным расстояниям. Есть, например, сверхширик 15-30 F2.8, есть 100 мм F2.8 макрик, есть портретников целая россыпь, есть 70-200 F2.8. И стоят они вполне, кстати, разумных денег. Например, вот 70-200 F2.8 где-то примерно на 200 баксов дешевле, чем аналогичный по фокусным расстояниям и по светосиле L объектив от Canon. И такая ситуация по всем позициям. Другое дело, что на наиболее популярные системы, такие как Canon и Nikon, очень большое количество оптики выпускаются сторонними производителями. И эти объективы от сторонних производителей практически всегда дешевле оригиналов и в последнее время совсем не уступают им по качеству. С Pentax такой ситуации нет и поэтому, если вам нужен, например, тот же 70-200 F2.8, то придется покупать только вот такой объектив, других вариантов нет. Говорят, в 1944 году, когда американцы бомбили японские позиции здесь, недалеко в приграничном Китае, один из сбитых американских самолетов врезался вон в ту сопку. Пилоты успели катапультироваться, а для того, чтобы вывести обломки бомбардировщика B-29, которые были очень важны для советских авиастроителей, прорубили просеку. Сейчас на том месте горнолыжная база. K1 действительно хорош для пейзажной съемки. Этому способствует большое разрешение сенсора, хотя 36 Мп не рекордная цифра на сегодняшний день, но это позволяет при необходимости достаточно сильно кропнуть изображение, чтобы получить более крупный план и не потерять детализации. Широкий динамический диапазон сенсора, матричный стабилизатор, который поможет, если нужно сильно прикрыть диафрагму, а задирать ISO при этом не очень хочется. HDR – это когда камера делает три кадра с разной экспозицией и потом объединяет их в один снимок. Pixel Shift Resolution – фирменная технология Pentax, при которой четыре снимка, сделанные со сдвигом на один пиксель, помогут получить итоговое изображение с более высокой детализацией и лучшей цветопередачей. Фильтра низких частот перед матрицей нет, но его работу можно эмулировать. Происходит это при помощи микровибрации сенсора, поэтому степень воздействия можно менять. Естественно, что не только пейзажами и предметкой жив современный фотограф. Семейные фотографии, свадебная съемка, портреты – это то, что приносит основной доход. Я сам не умею работать с людьми, поэтому пригласил профессионального фотографа. Оставляем левую руку на шкафу, а правую – ну, куда-нибудь подвигать я поступлю. Вот шикарно прям! Вспышек под Pentax у нас нет, поэтому мы снимаем с видеосветом. Совершенно вовремя приехал комплект из трех фонарей от Epoch. Его главная фишка в том, что он работает от аккумуляторов. Продолжение следует... Продолжение следует... Конструкция откидного экрана достаточно странная на первый взгляд, да и на второй взгляд она тоже странная. На четырех стальных штангах экран поворачивается вот так, под небольшими углами, плюс его можно откинуть вверх и вниз. В остальном эргономика камеры достаточно хорошо продумана. Есть такая же многофункциональная система для управления несколькими параметрами, о которой я говорил в обзоре Pentax KP. Есть подсветка, которая подсвечивает не только вот этот вот экранчик небольшой жидкокристаллический, но также есть светодиод здесь в области байонета. И четыре не слишком ярких светодиода здесь на нижней поверхности экрана, которые предназначены, видимо, для подсветки области штатива. Вот, корпус пылевлагозащищенный, морозоустойчивый до минус 10 градусов, сделан из магниевого сплава. Возможно, поэтому камера тяжелее своих одноклассников и в полном сборе, то есть без объектива, но с двумя картами памяти и с аккумулятором весит чуть больше килограмма. Камера правда тяжелая. Ее вес с объективом 70-200 f2.8 хорошо так переваливает за 3 килограмма. У меня даже с непривычки некоторое время побаливало правое запястье. Кнопок на корпусе много, но когда берешь камеру в руки, полное ощущение чего-то родного. Все именно там, где и должно быть. Возможность регулировки некоторых важных функций дублируется, то есть вы можете поменять, например, ISO несколькими разными способами. Все разъемы под плотными резиновыми заглушками. Есть вход для подключения микрофона и выход на наушники. USB 2.0, mini HDMI, разъем для питания от сетевого адаптера. Двойной слот для карт памяти SD вплоть до SDXC Ultra High Speed 1. Кстати, он тоже может подсвечиваться в темноте. Встроенный модуль GPS позволит сохранить в EXIF координаты места съемки, синхронизировать время, а также поможет при астрофотографии. Все, что я говорил в обзоре Pentax KP относительно астро-съемки и съемки таймлапсов, справедливо и для этой камеры. Единственное, на чем я хотел остановиться, это на функции AstroGid. Здесь есть встроенный модуль GPS, поэтому я нажимаю кнопку. Вот красный значок должен стать зеленым. Ждем. Все, он стал зеленым, значит спутники нас обнаружили. Теперь заходим в меню. Меню. Нет, это не меню. Вот, заходим в меню, включаем функцию AstroGid, она у меня уже включена. И теперь нам нужно откалибровать камеру. Заходим в пункт точная калибровка и здесь нам прямо показано, как нужно вращать камеру. Происходит это точно так же, как калибровка, например, квадрокоптеров. Вращаем вот так, теперь вращаем вот так и вращаем вот так. Если недостаточно, делаем это еще раз. Вот так. Все. Камера говорит нам, что калибровка завершена. Нажимаем ОК и выходим из меню. Поскольку работает этот режим при ручной выдержке, переводим камеру в режим ручной выдержки. И далее нам понадобится пульт дистанционного управления, чтобы камера не дрожала от наших пальцев. Включаем съемка с ПДУ. Достаю пульт. Это не обязательно должен быть беспроводной пульт, вот как у меня. Может быть и проводной обычный. Нажимаю кнопку и снимаю. ПОДПИШИСЬ. 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 Идеальных камер не бывает, поэтому давайте поговорим и про недостатки Pentax K1. Про большой вес я уже сказал. Скорость серийной съемки здесь ниже, чем у прямых конкурентов, 4,4 кадров в секунду при максимальном разрешении, с длительностью серии до 17 кадров в RAV. Прямо скажем, спортивное или любое другое динамичное мероприятие поснимать будет достаточно сложно. Утешением может послужить то, что следящая автофокусировка работает в режиме серийной съемки очень хорошо, и хотя самих кадров возможно будет и немного, зато большинство из них будет в фокусе. А вот в режиме Live View автофокус работает очень задумчиво, хотя это, наверное, проблема всех зеркальных камер. Просто я привык, что на беззеркалках одна и та же система автофокуса, когда вы снимаете и через видоискатель, и через экран, плюс там активно внедряются фазовые датчики автофокуса, поэтому там все работает очень быстро. Видеосъемка традиционно не самая сильная сторона камер Pentax, но K1 справляется с этой задачей вполне сносно. Да, картинка немного мягше, чем хотелось бы, да, вполне реально получить муар и альясинг, потому что речи о полнопиксельном считывании и уж тем более об оверсэмплинге здесь не идет. Зато все, что касается управления и контроля, сделано вполне неплохо. Есть фокусировочная лупа, гистограмма, плоский профиль изображения, даже подсветка зон с переэкспозицией. Это я вообще впервые встречаю в зеркальных камерах. Реализовано немного необычно, не в виде зебры, как мы привыкли видеть в видеокамерах или беззеркалках. Тут области с пересветом просто выделяются красным. Фокус пикинг, который некоторые очень крупные производители зеркальных камер со столетней историей преподносят как нечто сверхъестественное в своих новинках, Pentax реализовал в K1 еще в начале 2016 года. Битрейт видео невелик, около 18 Мбит в секунду, частота кадров от 24 до 30 с прогрессивным сканированием и до 60 с черезстрочным. Максимальная длительность непрерывной записи фрагмента около 25 минут. Максимальная длительность непрерывной записи фрагмента около 25 минут. Не знаю, может быть, я был и не прав насчет зеркальных камер. Да, беззеркалки их догоняют и по некоторым пунктам даже обходят. Но есть что-то такое, ради чего зеркальные камеры, особенно вот такие, как Pentax K1, будут еще покупать очень долго. Слушай, отличный вид вообще. Слушай, он правда отличный, я вообще не шучу. Там это, я не вижу, что это, сосна или что-то торчит прямо из-за скалы, вот так. Пора заканчивать. Pentax K1 действительно очень хорошая камера. Не без недостатков, конечно, но в большинстве сценариев она станет отличным инструментом для профессионального фотографа. Некоторые материалы, которые не вошли в этот обзор, вы сможете увидеть в конце этого видео. Также часть из них в исходном качестве можно найти в текстовой версии обзора на сайте photowebexpo.ru. Все ссылки в описании. Ну и я хотел поблагодарить всех людей, которые помогали мне в создании этого обзора. Это профессиональные фотографы Юлия Птица и Алексей Суворов, мои друзья Виктор Осецкий и Дмитрий Родин, оператор Никита Волосников и моя жена Елена Гриценко. Она помогала в организации некоторых съемок. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять ваши оценки и комментарии. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»